Герои этого выпуска подтверждение того, что даже в солидном возрасте можно вести активный образ жизни. В Академии бильярдного спорта прошел турнир среди ветеранов труда 7-го микрорайона. За этой благородной игрой проследила наша команда. Ветераны 7-го микрорайона предпочитают спорт старости. Введение активного образа жизни пенсионеров поддерживают областной и городской маслехаты. В 7-м микрорайоне регулярно проводят соревнования по шашкам и шахматам для пенсионеров. А сегодня те, кому немного за 70, собрались в Академии бильярдного спорта, чтобы сразиться в турнире за зеленым столом. Нам помогли, спонсорская помощь оказывает депутат городского маслехата Абдиев Баужан Абдулмаликович и Жирнов Михаил Анатольевич. Им мы очень благодарны. И наши ветераны тоже благодарят. Депутаты маслехата, признавая важность занятости пенсионеров, активно поддерживают ветеранов в их увлечениях. Мы сегодня пришли поддержать вот это бильярдное соревнование. Мы тоже будем пенсионерами. Бильярд не требует чрезмерной физической активности, сохраняя при этом высокий уровень интеллектуального вовлечения. Ветераны могут наслаждаться увлекательным процессом без излишней нагрузки на тело. За одну партию, километр два, полтора, два проходим. Разговариваем, беседуем. И тем самым мы продлеваем свою жизнь. Бильярд справедливо называют игрой ума. Игроки анализируют возможные варианты развития партии и продумывают будущие действия. Как признаются сами ветераны, бильярд для пожилых людей незаменим. Каждая игра для нас – это заряд бодрости, заряд энергии. Другие виды спорта для нас неприемлемы. Соревнования проводятся в двух подгруппах. Для участников до 75 лет, молодежь, как они сами себя называют, и для тех, кому уже исполнилось 75. Турнир проходит по олимпийской системе, где каждый участник имеет возможность сыграть с разными соперниками. Призеров обоих подгрупп наградили грамотами и медалями. По сегодняшней игре участников турнира стало ясно, что возраст не имеет значения, и выход на пенсию – это не конец, а начало захватывающего нового этапа жизни. Татьяна Шевченко, Алексей Мехедов, Ертысакпарад.